Сохранение природного историко-культурного наследия и раскрытие рекреационного потенциала, в том числе сельских населенных пунктов. Сегодня это главные задачи экологического совета при главе города. Ученые работают над тем, чтобы местные достопримечательности использовались более эффективно. В Сочи около 70 поселков, и каждый должен стать центром притяжения для гостей города. Ведь везде есть что-то особенное, отмечает Анатолий Пахомов. Нужно разработать и некие бренды, чтобы каждый турист понимал, чем, к примеру, Тхагапш отличается от Ореховки. Я даю поручение, чтобы у нас, скажем, через месяц управление по курортам вместе с Департаментом экономики и Управлением культуры. По этой концепции создайте мне, пожалуйста, дорожную карту. Это есть мотивация к тому, как вы должны работать. То есть вы должны придти, во-первых, куда ходить, что показывать, о чем говорить. И для того, чтобы это взять, как ходить. То есть либо ходить через мосты, либо в брод переходить. То есть во всем этом нужно разобраться. Хорошо? Ровно месяц-труд. Обсудили на экосовете и круизный туризм. Здесь также необходима концепция, которая должна соединить турпотоки Средиземноморья и Черного моря. И здесь речь идет о включении города Сочи в программу федерального значения «Золотое кольцо Боспорского царства». Как известно, она входит в экскурсионную программу лайнера «Князь Владимир», круиз которого лег в основу водного пути проекта. Лайнер курсирует по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Сочи. В нашем городе «Князь Владимир» находится сутки. И за это время туристам можно предложить пять маршрутов античного туризма, включая развалины византийских храмов. Город Сочи начинается не с 1917 года. Да, он получился курорт 1917 года. Но город Сочи начался с первого века нашей эры. Мы можем принять и должны принять иностранных туристов в будущем в рамках вот этой концепции. Уникальность наша, наша уникальность должна сыграть несколько раз. Мы должны показать, кончаю, объекты негротические, которые у нас не учтены, кстати, в величине реестров памяти культурного наследия по закону Краснодарского права. Их нет, потому что они на территории Краснодарского права, то есть на территории Центрального парка. Мы должны выключить объекты античного наследия, античного наследия. И реально мы должны включить, отразить, что вся эта красота находится, объект цикличный, в уникальном латшафтном комплексе. Еще одним важным вопросом для экологов стало развитие комплекса «Дерево дружбы». В этом году уникальному дереву исполняется 85 лет. Сейчас «Дерево дружбы» – это большой комплекс с парком, выставкой, ботаническим садом. В планах создание Центра межконфессиональных коммуникаций. Здесь планируется высадить дерево-клон библейской смоковницы. Обсудили на экосовете и повышение экологической грамотности подрастающего поколения. Специалисты проводят тематические уроки, выставки, конкурсы. С октября по апрелях посетило около 14 тысяч школьников и дошколят. Как результат, впервые в Сочи во время выпускных вечеров прошла акция «Не отпускай меня», призванная прекратить традицию выпускать в небо шары. Эти атрибуты праздника на земле и в воде превращаются в токсичные вещества и становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова